В рамках муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018» сегодня прошли главные испытания для педагогов. День открытых уроков и занятий. 20 конкурсантов представили на суд жюри работу с учениками первой общеобразовательной школы, лицея номер один и воспитанниками детского сада. Отметим, для более достоверной оценки, каждый участник конкурса провел свой открытый урок с незнакомыми ему детьми. Алевтина Базык, воспитатель Центра развития ребенка, детский сад номер 13. Участница муниципального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог дошкольного образования». Ее творческой работой стало занятие с детьми старшей группы под названием «Рисование на воде». При помощи своей нетрадиционной техники изобразительного искусства педагог развивает творческие способности детей. Эстетическое восприятие, световое сочетание, воображение и фантазию ребенка. Воспитывает чувство прекрасного, самостоятельность и аккуратность в выполнении работ. На конкурсном занятии дети вместе с воспитателем подготовили подарки главному мероприятию родного города – 355-летнему юбилею Кунгура. Мы с вами молодцы! Сделали, решили сделать подарок, не сделали. Алевтина Базык уверена, рисование на воде является лучшим средством избавления от страхов и других негативных эмоций у детей. Параллельно с этим в лицее номер один педагогов оценивают в номинациях «Педагогический дебют» и «Педагог дополнительного образования». Известный многим пилот-воздухоплаватель, а по образованию педагог Игорь Вертипрахов в этом году принимает участие в «Учителе года». Его нестандартный подход на открытом конкурсном уроке очень увлек учащихся восьмого класса. Педагог предложил школьникам почувствовать себя в роли пилотов, заранее поделив их на четыре команды. И вас, и по четыре человека со столами, тоже посидите не случайно. Вы тоже будете сегодня у нас так называемыми экипажами «Небесная яма». Ну и раз вы экипажем, для вас самое первое задание. В роли тепловых аэростатов на конкурсном уроке выступили воздушные шары, наполненные гельей. Учащимся предстояло познакомиться с экстремальным и самым романтическим видом спорта – воздухоплаванием. Получив информацию о строении теплового аэростата и о принципах его работы, дети на практике попробовали закрепить свои знания. На старт, внимание, марш! Поехали! Что-то я не слышу поддерживающих аплодисментов или выстрелов. Давай, давай, давай. Не забудьте, что вам нужно ее посадить. Давай, давай, давай. А в совсем новой номинации конкурса «Педагогический дебют» одним из его участников стал Илья Спирин, учитель информатики общей образовательной школы номер 12. Тема открытого конкурсного урока получила название «Машины против людей». На примере написания письма, как в рукописном варианте, так и в электронном, молодой человек показал подрастающему поколению, насколько современные электронные гаджеты преобладают над личным общением людей. В ходе урока дети с помощью учителя пришли к выводу, писать от руки гораздо эмоциональнее и полезнее для здоровья, чем печатать текст на компьютере. Привет, Сирик. Привет. Поставь, пожалуйста, таймер на 40 минут. У вас что, звонки сломались? Нет, у нас со звонками все хорошо, просто это нам для нашего удобства нужно. Во мне заложены терапайты знаний, а вы меня так бездарно используете. Ну, ты пойми, мы используем тебя для нашего удобства, чтобы было удобно нам. И вообще, ты больше не нужен. Урок проведу я. Подведение итогов и определение лучшего муниципального этапа ежегодного конкурса «Учитель года» состоится уже завтра в торжественной обстановке в стенах Дворца культуры «Мечта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова